Жена нового русского увольняет служанку. Та с обидой. Вы злая, сварливая и занимаетесь любовью хуже, чем я. Это тебе сказал мой муж? Нет, ваш шофер. Василий Иванович, а смартфон? Какой он? О, Петька, он умный. Прямо как Фурманов. Только ему еще и в харю пальцем тыкать можно. Подходит Петька к Василию Ивановичу и говорит. Василий Иванович, дай ботинки на дискотеку собрался. Петька, не дам, а то опять порвешь. Не порву, честное слово. Знаю, порвешь. Да не порву, ну пожалуйста. Ну ладно, бери. Петька ботинки начистил, блестят и видно все как в зеркале. Приходит на дискотеку, приглашает первую девушку. Танцуют. Петька посмотрел в ботинки и говорит. А у тебя трусы в горошек. Дурак ты, Петька, ответила девушка. Петька приглашает другую. Танцуют. Петька опять посмотрел на ботинки и говорит. А у тебя трусы в клеточку. Дурак ты, Петька. Петька приглашает Анку. Танцуют. Петька в ботинки посмотрел и в оморок упал. Очнулся и говорит. Анка, на тебе трусов нет. С рождения не носила. Господи, а я уж думал, ботинки порвал. Люся, да ты вообще обнаглела. Пришла ночью, Драбадан пьяная. Да какая пьяная? Мы с кумой выпили всего-то чуть-чуть. Я даже на кухню посуду все перемыла. Ага, под солнечным маслом. Двойная угроза? Это когда одна женщина учит другую водить машину. Почему ты женился столько раз? Ты что, такой разборчивый? Не я, а мама. Ты что, такой уборчиваяrada. Да. Продолжение следует...